Ефрейтор Ярыш как лицо новой украинской власти Наверное, звание Ефрейтор пора отменять, причем во всем мире. Уж больно странные последствия оно вызывает у некоторых своих носителей. Ведь самый знаменитый Ефрейтор в истории – это пока что Адольф Гитлер. Закончив воинскую службу именно в этом звании, будущий фюрер не смог реализовать себя в области искусства и подался в политику. Последствия человечества забудет нескоро. 70 миллионов погибших, сотни миллионов раненых и оставшихся без крова. Разоренная Европа Освенцем Дахау. Безумного Адольфа проклял весь мир. Еще недавно никто бы не поверил, что у него могут найтись подражатели. Но не прошло и 70 лет, а еще один сумасшедший Ефрейтор решил затмить печальную славу своего предшественника. Знакомьтесь, Дмитрий Ярош, украинский неонацист, лидер ультраправых организаций «Правый сектор» и «Трезуб» имени Степана Бандеры, поклонник нацистского карателя Шухевича. Как и Гитлер, он успел послужить в армии, перебивался случайными заработками, мечтал о карьере в сфере искусства, правда, не живописи, а литературы. А когда на этом поприще не срослось, тоже подался в политику, собрав, как и предшественник, вокруг себя гвардию из числа уголовников. Но в чем-то Ярош все-таки оказался значительно удачливее своего предшественника. Если Адольф Гитлер изыскивал ресурсы для функционирования своих штурмовиков в Германии самостоятельно, то Дмитрия Яроша спонсоры нашли сами. В 1945 году, после падения Третьего Рейха, нацистское подполье на территории Западной Украины, действовавшее в виде организации АОН-УПА, оставшись без внешней попытки, даже подумывало о сдаче. Но тогда к коллаборационистам на помощь пришла английская разведка, которой Абвер сдал все свои связи на территории СССР. Такие же меценаты, но уже из стран НАТО, нашлись у Яроша. После краха на Украине проекта «Ющенко-Тимошенко» Запад сделал ставку на радикалов. Боевики правого сектора стали частыми гостями на базах Североатлантического альянса в Прибалтике и Польше. Там они осваивали огневую подготовку, рукопашный бой, искусство разведки, совершенствовали знания нацистской идеологии. Судя по тому, что и Ярош, и его последователи занимались исключительно политической борьбой и не утруждали себя никакой работой, в НАТО они получили не только знания, но и деньги. Их звездный час настал, когда в ноябре 2013-го Украина сделала резкий поворот во внешней политике и сменила смертельный для себя евроинтеграционный курс на сближение с Россией. В первые же дни так называемого Евромайдана боевики Яроша напали на сотрудников спецподразделения «Беркут» и спровоцировали их на применение силы. В дальнейшем правый сектор под предлогом защиты евромайдановцев превратился в основной силовой компонент украинских протестов. Точно так же, как в свое время в нацистской Германии на базе штурмовых отрядов СА были сформированы отряды самообороны СС. На практике – бывшие орудием репрессии и геноцида. Именно боевики правого сектора под руководством Дмитрия Яроша и шизофренички Татьяны Черновол разгромили и захватили Киевскую городскую администрацию. Спровоцировали побоящий под администрацией президента Украины на Банковой, а затем под Верховной Радой Украины на Грушевского. И если в начале протестов Дмитрий Ярош старался держаться в тени, то по мере развития боевых действий на Грушевского он стал превращаться в публичную персону. Сначала он выступил спикером от боевых отрядов оппозиции на переговорах со Службой безопасности Украины, а затем даже лично отправился шантажировать уже покачнувшегося в своем кресле президента Украины Виктора Януковича. Одновременно эмиссары Яроша руководили захватом власти на местах, в первую очередь в западных регионах Украины. Здесь его правой рукой стал Александр Музычко, более известный как Сашко Билый. Отморозок, уголовник и наемник, лично убивший в свое время в Чечне около 20 российских солдат. Билый от имени Яроша умудрился создать на Западной Украине систему, полностью альтернативную официальным органам власти и силовым структурам. Для того, чтобы занять ту или иную должность, заниматься бизнесом или элементарно спокойно жить, нужно было платить дань в правый сектор, исчислявшуюся десятками, а иногда даже сотнями тысяч американских долларов. Доходы Дмитрия Яроша достигли такого уровня, что он даже заявил о планах лично идти в президенты Украины, а на базе правого сектора создать парламентскую партию. После этого Ярош уже недовольствуется скромной ролью местного украинского экстремиста, а пытается замахнуться на славу минимум Усамы бен Ладена. Он от имени правого сектора призывает доку Умарова и все северокавказское банд подполье устраивать теракты против России. Затем, как завещал дедушка Адольф, объявляет о необходимости расширения украинского жизненного пространства путем поглощения сопредельных регионов России и Польши. А когда народ Крыма в ответ на обещание отправить в Севастополь поезд дружбы с нацистскими боевиками заявило праве на самоопределение, у Яроша и вовсе снесло крышу. Съехавший с катушек ефрейтор заявил о необходимости взорвать украинскую газотранспортную систему, через которую в Европу поступают российские углеводороды, а потом объявить России полномасштабную войну. Для этих целей правый сектор готов даже лишить Украину безъядерного статуса. А учитывая то, что в Украине есть еще свои физики-ядерщики, которых можно заставить делать что-то, приставив в голове автомат, Ярош может попытаться реализовать свои безумные идеи на практике. Не считаться с Ярошем нельзя. В украинской политике он сегодня важная птица. Отказавшись пока ради роли серого кардинала от предложенной ему должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, он на ключевые должности пролоббировал нужных себе людей. Психически больная активистка правого сектора Татьяна Черновол возглавила антикоррупционное бюро Украины. Представители организации получили право контроля за деятельностью СБУ, МВД и новосозданной национальной гвардией Украины. А главой администрации президента Украины стал Сергей Пашинский, который выскакивает словно чертик из табакерки после каждого очередного преступления боевиков правого сектора и не дает милиции ни задержать, ни разоружить боевиков. Эксперты говорят о том, что Дмитрий Ярош может попытаться отбить у Олега Тягнебока и партии Свобода ультраправое электоральное поле на западе Украины, а затем провести под дулами автоматов нужные себе выборы. Благо, опыт насильственных голосований в местных советах и принятие нужных решений в судах у правого сектора уже есть. Почему бы завтра точно так же под дулами автоматов не заставить Центральную избирательную комиссию Украины объявить Яроша фюрером, ой, извините, президентом Украины, а потом спокойно начинать строить концлагеря, газовые камеры и создавать новые вандерваффе. Ведь, к сожалению, силы способны сегодня результативно противостоять нацистам на Украине. Пока не наблюдается.